Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о том, как плесень употребляет радиацию и как ее собираются применять для защиты космонавтов в космосе, именно от радиационного излучения. Также сможем посмотреть под микроскопом на ее, на живую плесень. А также с шестой минуты будет у нас споровый отпечаток и мы узнаем, как же она распространяется в природе, как она передвигается в мире. Плесень – это вообще особенный вид грибов, которому прекрасно удается совмещать в себе признаки и растений, и животных. Она ест, дышит и даже по некоторым исследованиям японских ученых у нее имеются зачатки интеллекта. То есть вот такая вот интересная особенность. Она появилась раньше человека, значительно около 200 миллионов лет назад, и обладает очень большой живучестью и адаптивностью. Есть даже плесень, которая живет под саркофагом Чернобыльской атомной электростанции. И не просто выживает, а она там процветает, потому что она научилась использовать радиацию для такого, как не фотосинтез, а называется радиосинтез. Мало того, радиостимуляция грибов, это уже было давно обнаружено, и были первые такие опыты, проведенные в 1991 году, в составе черной плесени, вот получается, выделены радиотрофные грибы. А само явление радиостимуляции грибов было обнаружено группой исследователей из Нью-Йоркского медицинского колледжа, именно Альберта Эйнштейна, под руководством Екатерины Додатчевой в 2006 году. Что интересно, они показали, что три грибка, содержащих пигмент меланин, увеличивали биомассу и накапливали питательные вещества в среде, где уровень радиации был в 500 раз выше нормального, значительно быстрее. Когда клетки этих грибов подвергались быстро радиационному воздействию, в течение 20-40 минут происходило изменение химических свойств меланина, и увеличилась скорость от переноса электронов. То есть они делали из радиации химическую энергию, то есть, ну, как, по сути, фотосинтез делает из солнечной энергии химическую. Также тут грибы делают из радиации тот же самый, ту же самую химическую энергию. Дальнейшие, кстати, исследования тоже очень перспективные, и они показали, что плесень можно использовать как радиационную защиту для космонавтов в длительных межпланетных экспедициях. Во-первых, там же нужно как можно меньше веса с собой тащить, то есть свинцовые защитные листы – это довольно большой вес, и в космосе это очень дорого и тяжело. А плесень, которая умеет вот так вот использовать радиацию в своих нуждах, оказалась отличным радиозащитным средством. Всего толщина 1,7 мм снижает радиационный фон на 2%. То есть, по некоторым данным, что 9 см такой защиты уже будет достаточно, чтобы снизить радиационный фон до пределов нормальной для человека нормы. Вот сейчас у нас на видео, видите, они все тонкие гифы, они тут все просто вот слежалось немножко. Вот я сейчас наведу, там будет тоненький-тоненький такой, как волосок, в большом увеличении они умеют… Вот сейчас будет видно, сейчас она ведется. Вот, видите, вот он прямо посредине. То есть, вот этими тоненькими гифами она пронизывает в питательную среду, то есть, и добывает себе пищу. Еще некоторые виды плесени, такие как триходерма, она сама по себе супер живучая. Если она в лаборатории попадает, где грибы выращивают, это уже большая проблема. Она, у нее есть еще свойства, она объединяется с растениями, то есть, со злаковыми культурами, она защищает их от уих грибков. Она сама по себе как паразит для грибов других видов. И вот этими гифами она срастается с корнями и, получается, вступает в симбиоз. С одной стороны, она поставляет питательные вещества, которые не может взять растение, то есть, это фосфор, который труднодоступен для растений. А от растения получает питание сахара, которое ей необходимо. То есть, плесни вообще очень любят сахара. Дальше у нас сейчас будет, я переставлю образец, и будет видно наш споровый отпечаток. Сначала он не на самом большом увеличении, но будет видно, какой он из себя. Сейчас, секундочку. Видите, это наша вот эта как раз триходема, о которой я разговаривал только что. Интересно, что это, по сути, клон, потому что сами споры, они не обоеполые. То есть, они получаются, они видоизменяются некоторые гифы в самом мицеле и превращаются в споры. Они как чешуйки такие, поэтому вы видели, когда плесень бывает, тронешь, а тут такое, как туман подымается. Это как раз вот это, они очень легкие, специальная форма такая, чтобы они могли передвигаться, разноситься ветром на большие расстояния. И довольно-таки удачная форма. Так, мы знаем, что буквально стоит где-то влаги побыть, и уже начинает порастать плесень. То есть, непонятно, где она взялась, но она всегда есть в воздухе, взвесит это. Многие плесени не опасны для людей, но виды, допустим, черной плесени очень опасны и могут приводить к очень плохим последствиям. Потому что она отравляет печень, у нее выделяются токсины. Вот, например, часто аллергия на плесень возникает у людей. И это вследствие того, что даже вот эти вот споровые споры, они начинают порастать на слизистых, потому что, ну, это для них благоприятная среда. Тепло, влажно. Видите, какой цвет интересный. Они сами по себе зеленые, ну, так как плесень была зеленая, то есть сам споровый отпечаток, ну, тут он прям изумрудный, красивый. А вот сейчас в центр сместится изображение, и там они как полумесяцем. Это вот как раз стоит спора, быть бочком, вот так. И вот эта форма, видите, как она, как зонтики, чем-то похожий на медуз. Они легко переносятся по воздуху, как я уже говорил. Ну, и если это с приходаем в опалаге грибы, допустим, вешенка, она спокойно может скушать грибные блоки, и ничего не останется. Ну, кому видео понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Отвечу на ваши комментарии с большой радостью и удовольствием. Спасибо.